Девушки отдыхают Взрослые говорили, что Мусу надо видеть, а так ты словами не объяснишь Дядя Муса появился через год после смерти Сталина Он приехал на новенькой, редкой тогда машине Победе При этом был в ватнике, галифе, тельняшке На колках и с полным ртом стальных зубов Старейшины начали совещаться с ним Наши отцы и матери стали с раздумьем поглядывать на его победу Что-то было в этой машине особенное Как оказалось, дядя решил, и старейшины его поддержали Что пока длится неразбериха после смерти Сталина Мы все должны вернуться на родину На зрань Дядя Муса раздобыл 200-литровую бочку, инструменты, походный инвентарь Задние окна Победы закрыли белыми занавесками Чтобы снаружи не было видно тех, кто едет внутри Где-то он достал крупномасштабную карту И часто просиживал над нею долгие вечера Тщательно изучая маршрут И как только сошел снег, он ушел в первый рейс С еще оставшимися в живых мужчинами нашего рода Потом он перевез бездетных женщин Они должны были успеть засеять огород Потом подростков Потом женщин с ходившими детьми Потом с грудными Последними он перевез стариков и старух Днем он вел машину по объездным проселкам В обход городов и крупных населенных пунктов Ночами же гнал по асфальту Несколько раз ему не удавалось Избежать встречи с милицией И одному творцу известно Как он отбалтывался Раз в двое суток Он останавливался где-нибудь подальше от людских глаз Чтобы поспать 2-3 часа Он был молчалив и сосредоточен До снега мы все вернулись на родину Он сделал 27 рейсов То есть 27 раз туда И 26 раз обратно Больше 3000 километров в один конец В набитой людьми и грузом победе Он проехал за 7 месяцев Больше 160 тысяч километров Перевез почти полторы сотни человек Спас наш род Вернул нам всем родину Тогда он сделал это Он заснул и уже не проснулся Победа выдержала А его сердца нет Субтитры создавал DimaTorzok